Уильям Брэдли Питт родился в небольшом городке в Оклахоме, его отец занимался грузоперевозками, мать работала в школе. Вырос он в Миссури, стране Марка Твена, стране Джесси Джеймса, в которой много холмов и озер, а еще фантастических пещер, в которых он проводил все свободное время. Журналисты сравнивали его с Геккельбери Финном. В школе Брэд много занимался спортом, теннисом, гольфом, плаванием, каждое воскресенье ходил в церковь. А потом поступил в Университет Миссури на факультет журналистики. И быть бы ему журналистом, а возможно, пиарщиком, он изучал рекламу, но... Точка-точка, когда оставалось сдать всего два зачета и получить диплом, он бросил свой факультет, сел в подаренный отцом Datsun 200 SX и направился на Запад. В Калифорнию, а точнее, в Лос-Анджелес, а точнее, в Болливуд. В кино он влюбился в детстве, в тот момент, когда посмотрел японский ужастик «Чудовище Франкенштейна». Потом торчал в кинотеатрах часами, однажды высидел подряд пять фильмов из киносериала «Планета обезьян». Но в Голливуде все это ему не помогло, никто его там не ждал. Благодаря смазливой внешности юноша кое-как пробивался на эпизоды и небольшие роли в телепостановках, а когда не было работы, рекламировал закусочную, напялив на себя костюм огромного цыпленка, или развозил по домам стриптизерш после вечеринок. А первую серьезную роль в «Полном метре» Брэд сыграл в югославском фильме «Темная сторона солнца» он изображал молодого американца, не переносящего солнечный свет, чья кожа под влиянием ультрафиолета быстро покрывалась язвами и струпьями. Фильм «За пределами Югославии» никто не заметил. Настоящий прорыв случился в фильме Ридли Скотта Тельма и Луиза. На роль молодого негодяя, который соблазняет героиню Джины Дэвис, а потом крадет у нее деньги, пять раз пробовался Джордж Клуни, в то время тоже никому неизвестный артист, но Скотт выбрал Пита. После этой ленты о нем стали говорить как о секс-символе, а после следующей роли – в картине Роберта Ридфорда «Там, где течет река», как о вполне приличном актере. С этого момента за Брэдом начали охотиться папарацци, отчего он был в ужасе, поначалу откровенно от них прятался. Девяностые стали его десятилетиям интервью с вампиром, «Легенды осени», «Семь, двенадцать обезьян», «Собственность дьявола», «Семь лет в Тибете», «Знакомьтесь», «Джо Блэк», «Бойцовский клуб». К началу нового века он уже был одной из главных голливудских звезд, чтобы стать еще популярнее, ему остается только умереть, заметила одна журналистка. И дважды был удостоен звания «самый сексуальный из ныне живущих мужчин». Он в ответ объявил журнал People, который раздавал эти ярлыки, самым тупым журналом вселенной, и больше его самым сексуальным в мире никогда не признавали.